Всем привет! С вами уникальный Ваня. А вы у меня на канале. Сегодня я хочу показать вам полностью, полноценную свою йоговскую домашнюю тренировку. И вы можете потренироваться вместе со мной. Как вы уже знаете, я пропагандирую только спортивное отношение к жизни. А тем более спортивное отношение к болезни. Некоторые из этих упражнений я вам уже показывал в своих прошлых видео. А в этом видео, так сказать, я решил отстреляться и показать все, что осталось. Ну что, погнали! Итак, что я делаю в самом начале? Я пытаюсь ягодицы опустить между ног. Мне очень больно, потому что у меня в левой ноге такая болючая спастика. Но именно так я ее и растягиваю. Я упираюсь руками, чтобы не было резкой растяжки, резкого перетяжения мышц. И так где-то в течение 1-2 минут. Я сейчас буду делать 2 минуты. Вообще, моя йога во многом направлена именно на устранение симптомов спастики. Работает, кстати, даже, наверное, лучше, чем просто 20 минут растягиваться у стены. Потому что это активная растяжка с постоянным чередованием смены группы мышц. Сесть до конца у меня не получилось. Но это не проблема. Будет еще один подход. Но, правда, на камеру запишут только один подход. Я думаю, вам этого будет достаточно. Дальше. Я встаю в свой любимый столб для разминки. На несколько минут буквально. Мне непросто встать. Мне приходится упираться на поверхность. И вот, как я вам показывал в одном из видео, я пытаюсь... Ну да, сейчас у меня не получается носочки вовнутрь, но я стремлюсь к этому. Я работаю над этим. Также ягодицы вперед, колени чуть-чуть присогнуты. И где-то 2-3 минуты. Вот так вот я занимаюсь. Звучок обязательно на корнях зубов. 2-3 минуты мне достаточно. Я выхожу из столба. Продолжаем тренировку. Дальше я делаю всем известные нам наклоны. Пытаюсь достать пальчиками. И каждый день у меня как будто заново все. Вот вчера у меня, например, получалось. А сегодня опять нет. Опять где-то я мышцу парализовала. Где-то растяжка ушла. Потому что день как новенький. Понимаете? В последние 2 дня интенсивно стою в столбе и занимаюсь йогой. И это дает отличный результат. У меня тут опять левую ногу выстрелило с пастика. По каким-то причинам. Приходится самостоятельно восстанавливаться. Ломается само, а ремонт мне. Ну вот я уже касаюсь пальчиками. Но что-то не дотягиваю. Если не качаться, то пока что только почти. Ну хотя бы так. Для начала неплохо. Главное, что я попробовал. А следующее упражнение я вам еще не показывал. Но сейчас вы увидите. Почему мне нужен стул? Это моя подстраховка. Я просто поднимаю бедра по одному. Раз, два, три. Так как они у меня поднимаются плоховато. Четыре. Пять. Мне шатает. Да, я пытаюсь это сделать красиво. По красоте. Но пока шесть, семь, восемь, девять. Десять. Это была только правая нога. А теперь левая. Раз. Два. Если вы можете это делать, не держась за стул, это просто отлично. В принципе, вы должны так уметь. Но если не получается, то хотя бы так. Носочка на пятку. Восемь. Девять. Вот вы видите, все честно. Никакого блефа. Десять. Но пока только так. А следующее упражнение будет силовое для накачки ног. Классические приседания. Пятнадцать раз. Теперь уже. До этого было десять, но после акрилизма, делаю пятнадцать. Раз. Два. Стол так, если вдруг. Три. Четыре. Ну вот, до таких случаев. Пять. Главное, чтобы пятки стояли на полу, и чтобы я чувствовал, как они давят в пол. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Тиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Мышцы мы сократили. Теперь надо их растянуть. Поэтому я просто ложусь на пол. Это вы знаете. Коленный сустав. Делаем вот так. Я делаю где-то одну минуту на каждую ногу. Па. Па. Да, здесь я тоже чувствую, как тянет мышцу. И поэтому это упражнение считаю для себя полезным. Мне его, кстати, рекомендовали очень многие. В частности, на реабилитацию мне его подарили. Это одно из тех упражнений, которые мне дали в программе. Остальные упражнения в следующих видео. Впереди вас ждет еще много сюрпризов. Растянули. Ну, не до конца, но хотя бы частично. То же самое со второй. А следующим упражнением я делаю вот так. Тяну тазобедренное. Я вам его показывал в другом видео. Но покажу еще раз. Потому что оно очень крутое. И потому что я его делал в своем комплексе йоги. Тоже где-то минуту на каждую ногу. Самое хорошее, что свои пятки я чувствую. Вернее, свои подошвы я чувствую намного лучше после Акреуса. Я могу ими двигать. Это приятно. Следующее упражнение. Это даже не полулодочка. Это четверть лодочка. Потому что одной ногой я просто поднимаю ее. И пытаюсь продержать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Мало, да. Согласен. Есть над чем поработать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Двенадцать. Ладно, я схалтурил на одну секунду. А дальше. То, что я тоже вам показывал. Это тоже бабочка. Но только в состоянии. Спокоя. Такая вот бабочка. Для растяжки. А после того, как мы растянули, можно поделать лягуху. По крайней мере, я ее буду сейчас сделать. Надеюсь, звук хорошо работает. Правую ногу к правой годице не больно. А вот лягуху больно. Мне. Главное, не пересердствовать. Оттянуть. Тянуть. Следую. Следующее упражнение. Делаю вот такое. Надеюсь, в камеру хорошо видно. Раз. Другой ногой. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Последнее упражнение. Но это еще только в последнее в подходе. Показывал я вам тоже. Это растяжка икроножных мышц. Главное, чтобы пятка сейчас вот правой ноги упиралась в пол. Левое колено вперед. Так вот стою. Ноги стараться параллельно вместе сделать. Вот я сейчас неправильно делаю. Параллельно делать. То же самое. На другую сторону. Один подход закончен. Второй подход без камеры. Итак, мои два подхода прошли просто отлично. Интересный факт. На втором подходе мне легче было делать растяжки. А силовые упражнения, наоборот, труднее. Это приседания и четверть лодочка. Но несмотря на это, после тренировки я чувствую себя только лучше. Желаю вам то же самое. Если вам понравилось видео, лайк, подписка, комментарий. Я особенно буду ждать комментариев, в которых вы будете показывать и рассказывать о своих тренировках, упражнениях. Может быть, я тоже что-нибудь возьму на заметку. С вами был уникальный Ваня. Увидимся.